Продолжаем видеообзор, посвященный запискам Семипалатинского русского географического общества из фондов областного историко-краеведческого музея города Семей. Сегодня вашему вниманию представляю восьмой выпуск записок за 1914 год. Этот сборник посвящен памяти Евгения Петровича Михаэлиса, в него вошли такие работы. Статья Бориса Герасимова «Памяти Евгения Петровича Михаэлиса», в которой дана небольшая биография Михаэлиса и освещаются труды этого выдающегося человека. Вторая работа – «Переписка Михаэлиса с профессором фон Мартенс», где приводятся копии писем Михаэлиса с известным ученым-зоологом, профессором Берлинского университета и директором Королевского зоологического музея фон Мартенсом. В результате этих отношений появилась статья Михаэлиса о моллюсках. Третья работа – «Михаэлис. Отыскание месторождений минерального топлива в Зайсанском приставстве». В 1871 году Михаэлис был командирован в Зайсанский уезд для разведки месторождений минерального топлива. Результатом командировки было открытие двух месторождений – горючего сланца и каменного угля. Четвертая работа – «Михаэлис. По вопросу о ледниковом периоде на Алтае». Будучи пытливым натуралистом, Михаэлис занялся исследованием ледников на Алтае. Он изучает следы древних ледниковых явлений на Тарабагатая и Саури. Его статья относится к самым ранним печатным сведениям об этой горной области. По вопросу о ледниковом периоде на Алтае Михаэлис считал, что именно на Алтае следует искать решение вопроса о более древних ледниковых периодах. Пятая работа – «Михаэлис. Условия судоходства по Тихому Иртышу и озеру Зайсан». В 1879 и 1880 годах Михаэлис посетил Верховье Иртыша для изучения условий судоходства по этим местам. Он тщательно обследовал участки Иртыша, состояние судоходства по нему, собрал цены и материал для составления навигаторской карты Иртыша на протяжении Семипалатинск, озера Зайсан. Шестая работа «Михаэлис. Какой улей выбрать?» Михаэлис, будучи человеком разносторонних интересов, занялся изучением и конструкции нового улья. В этом совместно с Михаэлисом участвовали Хохлов, любители естественной истории, известный краевед Федоров. Творческая работа по разработке новой конструкции улья, названной Алтайской, была удостоена серебряной медали на Всероссийской выставке в 1894 году. Следующая статья Троцкого «Челектинская долина». Летом 1909 года по поручению заведующего переселенческим районом автору очерка было поручено заняться изучением почвы Челектинской долины. Троцкий предоставил отчет по составу почвы, в которой почву этой долины охарактеризовал как суглина. Статья Резниченко «Гидрологические исследования в восточной половине Колбинских гор летом 1913 года». Автор статьи Резниченко и Василевский исследовали восточную половину колбы Ускименогорского уезда Семипалатинской области. Особое внимание было обращено на изучение наземных водных источников для искусственного орошения земель, испытывающих недостаток влаги, для повышения их плодородия. Попутно производились почвенно-ботанические наблюдения. Опросным путем собирали сведения о климатических условиях края. Статья Герасимова «Первые оседлые засельщики Кокпетинского округа». Автор показал условия жизни казахов, казаков, разночинцев, являвшихся первыми оседлыми засельщиками Кокпетинского округа. Источниками для этого исследования явились архивные дела Семипалатинского областного правления, перечисленные в конце статьи. Следующая статья – это сборник нескольких авторов «Заметки по истории и этнографии Киргиз». Первый рассказ Чернова о Манракской волости Зайсанского уезда Семипалатинской области. Второй – Горбатого. Рассказы киргиз Чергинской волости. Третий рассказ Титова о борьбе киргиз-байджигитовцев с каракалмаками и таргаутами. Четвертый – Бесимбай Байбулова. Рассказы о происхождении киргиз Зайсанского уезда. Статья Рычкова – систематический каталог коллекции Музея Семипалатинского подотдела Западно-Сибирского отдела Императорского русского географического общества отдел археологии «Каменный век» выпуск 1. В 1902 году Семипалатинский областной музей был передан вновь открывшемуся географическому подотделу, где и началась научная группировка коллекций музея. Музей приступил к научной обработке и систематическому описанию своей коллекции. Тогда и был составлен систематический каталог отдела археологии «Выпуск 1». Следующая работа – научная хроника экспедиции и поездки Семипалатинская область и Монголия 1911-1913 года. Сюда вошли сведения о экспедициях и поездках по различным исследованиям. Летом 1911 года Обручев занимался изучением геологического строения западной части Колбинского хребта. В 1912 году геологический комитет приступил к исследованию Зайсанского и Ускаменогорского уездов Семипалатинской области. В 1913 году профессор Янишевский вел геологические исследования в восточной части Нарымского хребта за рекой Каракобой. В 1914 году Петроградский геологический комитет направил Семипалатинскую область своих членов для составления геологической карты, а также для выявления, выяснения полезных ископаемых, намеченных для исследования районах. А также вошли сведения о поездке Герасимова и Белослюдова в Ускаменогорск для исследования Аблайкидского буддийского монастыря крепости. В конце сборника отчета деятельности СРГО за 1913 год с протоколами заседаний общих собраний членов под отделом...